У меня мысли вообще все отключаются, остаются только ощущения. Я не думаю, я чувствую. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ты знаешь, она говорила тебе. Эти шутки перестали быть шутками, причем так нелепо. А что случилось? Он внезапно умер. Здрасте, здрасте, это я к вам пришла. Меня не было несколько дней, потому что я делала что? Правильно, пила кефир. Сегодня я зашла в интернет и немножечко охуешки. Я же смотрела в новогодние праздники битвы экстрасенсов. И мне там понравилась одна волшебница, колдунья. Джулия Шланг, по-моему, Ванг, простите, Джулия Ванг. А сегодня я зашла в интернет и охуела, я увидела, какая она сейчас. Валера, давай сразу начнем. Нет, давай немножко сейчас подержим паузу, чтобы мой зритель немножко, ну, немножко его как бы заинтриговать. Интригу внесем в наш канал, да, Желтая газета. Короче, я, наверное, небольшое предисловие, да. Победительница 15-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг продолжает доказывать, что является одним из самых сильных мистиков. Несмотря на то, что в самом начале программы с ее участием скептики относились к ней несерьезно, она смогла завоевать не только главный приз, но и доверие миллионов людей. Однако сейчас поклонники отмечают, что экстрасенс сильно изменилась. Зрители запомнили ведьму яркой блондинкой. Если два года назад у нее были длинные волосы, а сейчас наносит короткую стрижку. Также она опубликовала фотографию, на которой предстала в новом образе. Однако 36-летняя победительница шоу объяснила смену цвета волос неудачным экспериментом. Валера, давай в фотку. Барабанная дробь. Фото. Бля. Значит, Джулия Ванг сказала. Не все, к сожалению, даже в Туманном Альбионе, а не то, что в России понимают словочетание, слегка затонировать седину. Не все видят разницу между пепельно-руссым блондом и кардинально черным. Пришлось смывать кису воробьяниновой недолго. Короче, она какую-то хуйню несла, да? Она же парикмахер, понимаете, да? И она начала впаривать там всю чушь, там, блядь, тонировка, хуй-ю-май-ю, седина, блядь. Короче, посмотрите на эти фотки немножко охуешки. Вот какая была Джулия Ванг, Валера, фото. Какая сексуальная, да, красавица, яркая женщина. Ну, видно прям ведьмы, понимаете. Я бы, если пошла к ней на прием, я бы обоссалась от страха. А сейчас она немножко похожа, ну, такой, знаете, ну, вот женщине, которая вот проснулась 3 января, да? На самом деле, это вот сейчас выглядит именно так Джулия Ванг. Что с ней произошло, пока, знаете, ну, пока секретики, непонятное что-то. Смотрите, шеи страшные, блядь, очки, как, да, щепушила, просто пьяница. И, кстати, вот эти фотки Джулии Ванг можно спокойно на пачке сигарет вешать. Вот что с вами будет, если вы будете курить, пить и, ну, не предохраняться. А я напоминаю, что скоро новый сезон Битвы Экстрасенсов. Нам в этом сезоне, как всегда, обещают дохренища интересного. Что этот сезон будет вообще самый мощный. На самом деле, будет та же самая шняга. Опять наберут, ну, стадо экстрасенсов, из которых 99% это будут актеры с яркими образами, да? Ну, мы, как всегда, с вами будем смотреть, все, охуевать немножко, переживать, плакать там. А сейчас что по традиции, мои хорошие? Да-да-да, я жду от вас лайки, подписочку. Конечно же, обожаю дизлайки. Комментарии оставьте, пожалуйста, очень интересные мне ваши комментарии. Там вот столько красивых слов в мой адрес летит. А в следующей серии я обязательно расскажу про новый выпуск прямого эфира, в котором он станет ведущим уже Андрюша Малахов. Я же заикаюсь, потому что дико волнуется. Ты как бы вот так вот. Ну, все, я пошла, да? Все, пошла, можно, спасибо. А такая же, как и я! Я охуевая! Я охуевая, чем ты! Хух, ты не... Пару лет назад имя Джулии Иванов с придыханием произносили в самых разных кругах. Девушка произвела огромное впечатление не только на бесчисленных фанатов шоу «Битвы экстрасенсов», но и обывателей. Уж больно колоритно выглядело ведунье. Точеная фигурка, пышная грудь, огромные глазища, губы уточкой, легкий флер сумасшедшинки – то, что надо, чтобы народ носил тебя на руках. Но после своей победы в пятнадцатом сезоне Джулия не стала зарабатывать на своих необычных возможностях, вне зависимости от их наличия или отсутствия. Я не занимаюсь обслуживанием населения. В отличие от многих других участников шоу, которые брали бешеные деньги, желающих узнать будущее или получить помощь от сверхъестественных сил. В то же время случился скандал. Телеведущая и юрист Катя Гордон узнала в Ванг свою старую подругу-парикмахера и предложила миллион за то, чтобы участники битвы экстрасенсов доказали свои способности. Но никто этого так и не сделал. И Джулия, которую обсуждали многие россияне, потихонечку ушла в тень. Я вижу там четыре магии. Я вижу кладбище. Могила без памятника. Его тело похоронено там. И стала совершенно обычным человеком. Недавно мы увидели ее фото и просто не узнали победительницу пятнадцатой битвы экстрасенсов. Судя по всему, Джулия сама начала тяготиться своим потусторонним образом и потихонечку привела себя в облик обычного человека. Отрезала волосы, сделав короткую стрижку. Перестала вычурно одеваться. В какой-то момент в ее гардеробе и вовсе стали преобладать мужские костюмы, которые удивительно шли когда-то в сверхженственную Джулию. А потом дух хаоса еще больше похудела и перешла на джинсы, пиджаки и простые майки. Ей, конечно, все это очень идет, но смотрится совершенно не мистически. Занимается 36-летняя модель тем, что составляет ароматы и варит мыло и весьма успешно продает на своем сайте. Судя по всему, в жизни у Джулии сейчас полный штиль. Она встретила мужчину, с которым живет в Британии, и поэтому не нуждается больше в боевой раскраске. С 13 ноября Пахом начинает свой сверхъестественный отбор Каждую неделю Четыре дня Четыре участника, которые будут бороться за звание лучшего экстрасенса своего города. Я должен быть победителем Сверхъестественный отбор Ну что, готовы? С 13 ноября в 18.30 на ТВ3 А ты фотографируй свои причиндалы и посылай. Вроде это религиозным людям не запрещено. Я советую секс на расстоянии с помощью интернета как-то. Использовать надо современные техники. Ну конечно, конечно. Ну такие обстоятельства. Ничего, надо потерпеть. Потерпеть как-то, может быть, через сеть взаимодействовать. И больше любви своей посылай. Всякие стихи, письма, фотографии полового органа. Вот все посылай ей, посылай. И все. Хорошо. Хорошо, спасибо. Можно еще один вопрос? Давай, давай. Можно ли быть натуралом и играть в доту? Я не знаю. Вот мне сейчас недавно гей звонил. Я говорю, вот боевой гей это хорошо. То есть гей-кунг-фуист, гей-каратист. Поэтому я считаю, что если ты, например, боевой натурал, то в доту можно играть. Спасибо вам большое. Не за что. Да, вот какой-то папич тут лоббирует. Говорят, ему нельзя. И можно передать привет? Да, передавай. Даниил Давыдову. Как зовут? Даниил Давыдов. А, Даниил Давыдов. Тебе привет. Double D. Double D. Спасибо. Не за что. Давай, дорогой. Я твой. А спонсор данного выпуска сайт random.ru. Единственная адекватная рандом вещей в доте 2, действующая по системе 3 к 1. Что значит, каждая четвертая вещь дороже трех предыдущих вместе взятых. Это не пиздеж. Сайт сам проверял. Серьезно, если вы везучий ублюдок, обязательно попробуйте. Ссылочку оставлю в описании. Так, ну че у нас там? Amold Kords. Amold Kords. Принимаем звоночек. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я вам звоню из Латвии. О, круто. Вот. Да. У меня к вам очень большой вопрос. Прямо, правда, очень серьезный вопрос. Слушаю. Выйдет ли вторая часть «Зеленого соника»? Ну, конечно, выйдет. Когда она будет снята. А когда она будет снята? Она будет снята перед тем, как выйти. А-а-а, точно. Как же я не мог додумать? Все четко. Это, извините. Да, вот. Знаете, что еще четко? Вот вы очень четкий человек. Вот я просто вот, я поражаюсь. Да это у меня от старости. У меня же маразм, понимаешь? Из-за этого четкость возникает. Приходится силы экономить. А-а-а. Так вот в чем секрет. Конечно. Именно в этом. Я так его называю. Мой секрет. А-а-а. А знаете, как еще говорят? Дед секрет, знаете? Что это? Ну, это вы, дед секрет. А, ну вот и так и говорят, правильно. Вот я так и говорил. И они говорили, и так и я говорил. А они говорили, и так я говорил, и они говорят. И так и говорят, так и говорят, так и говорят, так и говорят, так и говорят. Курлык! Точно. Ну все, все четко. А Латвия, ты в каком городе там? В каком городе там? В каком городе Латвия? Ты в каком городе? Это в СССР. СССР. А город какой? Ну, какой город? Рига. Ну вот, а в Риге-то я был, а в Риге-то я был, а в Риге-то я был. Там хорошо, там рыбный рынок, рыбный рынок, рыбный рынок, рыбный, там это, запускали дирижабли на рыбном рынке. Да, я знаю, да. Крутое место. Ну и вообще, как бы, готика рижская хорошая, да, да, да. А вам шпроты вообще нравятся? Ну, по-разному. Я сейчас не выпиваю, раньше, конечно, нормально было. И шпроты, и сыр там, и вообще, и вот это, деревянные домики. Только сейчас много нищеты в Латвии, понимаешь, мне вот это не нравится. Много нищих людей, к сожалению. Ну да, мне тоже это не очень нравится. Ютятся в каких-то хибарах, там такой постсоветский гнилуйки какие-то развалившиеся. Вот этих хрущевых, мало денег зарабатывают. А рядом богатеи в своих, блин, этих ёбаных, блядь, этих дворцах, понимаешь, там в Юрмале сидят. Понимаешь? Несправедливости много, вот в чем дело. Вот это мне не нравится. Да, мне тоже не нравится. Вообще ненавижу таких. Да. Ну ладно. Все. Спасибо, что уделили мне время. Нет, а мне сейчас в чат надо идти, вот подсказывать. Да, да, гуся говорят в чат какого-то там с яблоками. Вот, в чат. У меня же так сейчас здесь много, это как говорится. Гуся в чат и все такое прочее. Так, что там пишут? Пахом люблю тебя. А, это кто это пишет? Ну вот я и говорю, бабич, папич там все они. Да. Ну и правильно. Я вообще мастер стримов, я же стримами занимаюсь уже с 47-го года, как я родился в 35-м, и вот стримы сразу открыл и, в принципе, основал все стримы. Сейчас все стримы подо мной ходят. Вот, все, да вообще-то одного. И все батлы, кстати, подо мной ходят. Батлы и стримы, вот что-то такое. Ходят подо мной, вот в чем дело. Поэтому надо меня держаться, смотреть программу Сверхъестественный отбор, которая выйдет на канале ТВ-3, 13-го ноября в 18.30. Так, что за пауза такая? Я не понял. Гуся-пуся. Так, вот, кто-то там на связи у нас. Очередной аноним, очередной. Вот, свои фейса прячут все. А как так жить без фейса? Как мы американцы победим, если мы будем прятаться? Алло. Почему прячемся? Включай камеру, чтобы я тебя видел. А, вот тебе... Да, просто в темноте сижу. Да, вы все мне раскатываете в темноте, а по-хому отдуваюсь за вас. Ладно, давай, чего там? Чего там у тебя так вещи? Ну, я, вообще, хотел, как говорится, вечер в хату. Вечер в радость через сладость. Да. Работяги АУЕ. Вечер в хату, гуся в хату, вечер в хату, гуся в хату, вечер в хату, гуся в хату. И главное, передать привет этому, как его, пончику, да? Пончику? Папичу. Папичу или пончику? Пончику-папичу. Папичу-папичу. Жопичу-папичу. Да, да, да. Гуся в чат, блядь. Гуся в чат, блядь. Гуся в чат, блядь. Папичу, привет, папичу, привет. Папичу, привет, папичу, привет. Папичу, папичу, папичу. Папичу, 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 папичу. Я на самом деле не ожидал, что до зоне сдался уже часто. Я сейчас владею несколькими телефонными линиями. Я владею холодной связной линией, потом 2О суперлиния и всеми остальными мобильными телефонами на планете я владею. Из каждого мобильного телефона мне по маленькому мобильному телефону прилетает, и я их складываю в одном месте, специально с помощью своих агентов. Из моих агентов есть очень много мобильных телефонов. У каждого агента есть специальные субагенты, у субагентов тоже несколько мобильных телефонов. Еще один мобильный телефон лежит у нас накрытой тряпочкой. Ну, все равно у меня не приплез, я вам с домофона звоню. Вот и правильно, понимаешь? Я сейчас немножко под себя поджал рынок домофонов, понимаешь? И у меня сейчас с каждого домофона идет много очень, как говорится, и музыкалка идет, идет стиль R&B, блядь, нормальный по домофону идет, и стиль нормальный идет, R&B, блядь, четкий идет стиль, и идет гнойный пидор тоже, вот иногда песни, блядь, по R&B, блядь, пидор гнойный, и идет песни папича и гуся какого-то. А спонсор данного выпуска сайт random.ru. Единственная адекватная рандом вещей в Доте 2, действующая по системе 3 к 1, что значит, каждая четвертая вещь дороже трех предыдущих вместе взятых. Это не пиздеж, сайт сам проверял. Серьезно, если вы везучий ублюдок, обязательно попробуйте, ссылочку оставлю в описании.